Созданный эболой хаос угрожает жизни даже тех африканцев, кто избежал заражения. В Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии почти все силы здравоохранения брошены на борьбу с эпидемией. Не хватает вакцины от других болезней, ухудшилась забота о беременных. Из-за эболы там может погибнуть два с половиной миллиона детей в возрасте до пяти лет. Об этом предупредила сотрудница ЮНИСЕФ Сара Кроу, приехавшая в Брюссель из Монровии. «Критически важно восстановить элементарное медицинское обслуживание», — сказала она. «Для этого требуется материальное и моральное поощрение врачей, санитаров, добровольцев, помощь центрам здоровья. Иначе, ко всеобщему возмущению, все больше детей будет умирать от менее опасных заболеваний, таких как корь, в виде побочного следствия этой ужасной эпидемии». Несмотря на обращение к международному сообществу, это ведомство ООН получило лишь четверть от 200 миллионов долларов, необходимых для экстренной помощи детям в пораженных эболой районах. Помимо нехватки денег, африканские страны ощущают ослабление международной солидарности. «Люди опасаются туда ехать», — продолжает Сара Кроу. «Многие неправительственные организации покидают эти страны, но некоторые возвращаются, поскольку поняли, что если не удастся справиться с лихорадкой в Западной Африке, то она распространится на весь мир. Эбола стала глобальной проблемой, и она требует глобального решения». Из-за эпидемии в трех названных странах осиротело 3700 детей. Многих из них отказались принять даже родственники из-за боязни заразиться. Поэтому еще один приоритет для ЮНИСЕФ — это подготовка социальных работников и помощь в усыновлении.